МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы с Андреем рады вам представить Гарика Харламова, который не отказал нам в любезности сегодня с нами поговорить. Галик был бульдог Харламова, президент комедий-клаб, артист самого знаменитого в нашей стране, кино, звезда всех телеканалов. Остановись, остановись. Сейчас это просто не имеет уже никакого значения. Сейчас говорим вообще на другую тему. Не про его достижения? Ну почему же продолжайте? Про не его достижения. А мы о миллиардах Америки сегодня поговорим. Раз уж и решили про Америку, у нас с Америкой большие проблемы, как известно, чем началось все недавно и стремительно. Это такой снежный ком. Началось все с войны на Кавказе. И достигло такого накала, что, на мой взгляд, уже сейчас никаких практически отношений на политическом уровне с Америкой уже не существует. Еще кто-то выдает желаемое за действительное. И наоборот. А на самом деле наши самолеты уже слетали в Венесуэлу. Наши корабли подплывают к Венесуэле. И такое впечатление, что Россия свой исторический выбор сделала буквально в последние дни. И те, кто решает, поняли. Значит, да, не нужна нам Америка. Мы справимся. Я поэтому хочу тебя спросить просто сходу. И, может быть, и покончим с этим. Вообще нам Америка нужна? Отвечу. Может быть, политически, да, может быть, финансово там как-то, да. Мы протянем, потому что мы огромная страна. У нас есть огромные запасы, там, леса, там, нефти, там, всего чего угодно. Вопрос сколько протянет? Да. Второй вопрос. На бытовом уровне. Я могу за себя ответить. Скажем так, у меня отец живет в Майами. В Америке. Все-таки есть миллиардеры в Америке, да. Не зря человек позвали все. У меня там сестра и брат от отца. Ну, сводные, да. По мне, вот этот вот полнейший разрыв, да, отношений с Америкой, это достаточно тяжело, потому что у меня там родные и близкие. Причем у людей в России очень много там, потому что население это России достаточно. Русских там очень много. В Майами-то уж тем более. Ну, я жил в Чикаго, например, три года у отца. Новая подруга. Да, отец жил сначала в Чикаго, потом уехал в Майами, да. Ну, так, чтобы было понятно. Вот. Я там жил, учился в школе. Вот. У меня мамы с папой развелись. И в силу наших лихих девяностых, мама отправила меня к отцу, видимо, подумав, что... Слушай, как интересно, и как ты там с американцами? Вот. Приехав туда, конечно, для меня это был совершенно другой мир, потому что я не говорил ни одного, не знал ни одного слова на английском языке. Вообще ни одного. Я учился в французской школе, как я уже говорил раньше. Вот я знал кое-как французский, и то я не очень любил этот предмет. Вот. Поэтому тоже так слабовато. Вот. Приехав туда, на третий день я уже пошел в школу, потому что надо было идти. Ну, выхода не было. Да, выхода не было. Ну, я пошел в школу. Конечно, я был шокирован, просто шокирован тем, что, ну, скажем, даже зайдя в магазин, в магазин, увидев вот эти вот ряды, то есть то, что сейчас, это кажется настолько обычно, да, вон в Ашан зайди, там лежат эти колбасы, тогда это было невероятно. Я говорю, когда вот от Фантика в Турбо я уехал и приехал в какой-то... Невероятно, причем я поехал в Диснейленд, меня привезли. То есть мне казалось, что это вообще другая планета, вообще другой какой-то мир. Он практически как российская партийная элита накануне развала Советского Союза, им подарили галстуки, повезли в поездку, сдали Советский Союз. Да, мне казалось, что это вообще какой-то другой мир, другой... И все говорят на каком-то другом языке. Мне казалось, первый день в школе, когда я сел за партнер, мне казалось, что все говорят обо мне. Потому что я не понимал, что они говорят. Хотя был уверен, что они говорили обо мне. Ну, там, вот русский... Ну, наверняка так и было. Ну, так и было, сто процентов, конечно. Потом уже, в силу того, что язык учится намного легче, когда ты находишься в стране, в ситуации, у тебя нет выхода, и у меня как-то, мне тогда 14 лет было, то есть еще проще учить язык. Я через полгода уже начал более-менее как-то понимать. Там же познакомился с другими ребятами, которые приехали туда. Тоже русские, которые не бельминец по-английски, не понимали ничего. Жил я в русском районе. У нас была русская плаза, так называемая, где были магазины. Все было написано на русском. Прачечная, булочная. То есть, по сути, уже тогда в этих условиях можно было обходиться без Америки. Вот в этом районе. Причем живя в Америке. Живя в Америке, конечно. Там вся Америка так делится. Есть квартал китайский, японский. Афроамериканцы обособленно держатся. Все разбито на кварталы. Испанцы, Мексикан. В Майами, например, вообще я ни разу не слышал английского языка. Вот я у отца был, там английского языка вообще нет. Все говорят на испанском. Потому что Мексика рядом, все туда едут работать и обратно. Ну, в общем, честно говоря, гордиться тут особо нечем. Гордиться, может быть, нечем, да. Но это к вопросу о бытовой части, о бытовой стороне. Потому что я уверен, что очень большое количество российских граждан, которые на самом деле сейчас находятся в этом, не знаю, на ПМЖ, не на ПМЖ в Америке. Да и вообще русскоязычных людей. В одном Нью-Йорке сколько людей? На Манхэттене. Ну, сколько их? Ну, это понятно. Но самое-то главное, что вот я вспоминаю в 2006 году, у них низкая речь Путина, где он очень четко сказал, борьба-то за что идет? Что мир уже не однополярный. Правильно? То есть это же прекрасно, что ты ездишь и потребляешь, и прекрасно, что все мы можем туда поехать и потреблять. И замечательно, что можно не говорить по-английски в Америке. Но факт остается фактом. Это же не мешает Кандализе Райс правильно делать заявление о том, что Америка определяет, как будет развиваться мир. Америка определяет, кому быть молодой демократия, кому не быть. И понятно, что России это не нравится. Вот в этом я с вами абсолютно согласен. В том, что, скажем, мне далеко неприятно слушать то, что говорит Кандализа Райс. И то, что вообще происходит с этой ситуацией в Грузии. Я не видел еще ни одного человека, которому приятно было то, что говорит Кандализа Райс. Да. Я не встречал такого. У нас даже в передаче миллион раз обшучена была эта ситуация. И сама Кандализа. Бедная Кандализа. И все, что она говорит. Господи, да я в своих репортажах только. Мне стыдно. Все, что я написал про ее пятки, пласты. Ну, она же дама же она в конце концов. Или она уже не дама. Кто она? Не знаю. Я ни одного мужчину не встречала, которому она нравится. Поэтому, может, уже и не дама. Ну, ладно. Оставим в покое Кандализу. Ну. Соответственно, и вся эта ситуация очень, я почему говорил, да, почему я начал говорить о бытовом вот этой, я очень не хочу войны. Крайне не хочу. Потому что вся эта ситуация, вот это, все, что вот сейчас происходит в мире, да, вот мне сразу вспоминаются вот эти все нострадамовские предсказания о третьих мировых войнах и так далее. Это ужасно, потому что, в принципе, две сверхдержавы, да, по большому счету, от которых, в принципе, зависит мир, начинают конфликтовать. Ну, ты боишься, например, ты говоришь на страдам, где я тебе скажу проще, в Жизинске. Смотри, говорили же, да, о знаменитом кольце. Вот, например, как только произошла война с Грузией, сразу же в тихушку, там, по-быстрому, если мы до этого с Россией и Америкой разговаривали по поводу ПРО в Польше, тут же мгновенно поставили 10 миллиардов вложили. И понятно, что ситуация может поменяться. Допустим, да, там, на проте уже все, система просто стоит, и 10 миллиардов никто обратно из Польши вывозить не будет. То есть, говорилось о знаменитом кольце, то, что постсоветское пространство рухнет, и постепенно за счет, как бы, того, что Украина, Грузия и многие другие страны войдут в НАТО, это кольцо вокруг России замкнется. Мы этого не понимаем или понимаем, вот ты это ощущаешь, да, что если вокруг всей страны будут членами НАТО, что это уже перестанет быть организация, которая защищает интересы демократии, а это просто, да, там, это просто будет перераспределение мировой силы. Так оно и есть. Я прекрасно понимаю позицию Америки и в этом плане, да, то есть, как можно больше захватить стран вокруг нас, сжать кольцо, собственно, далее. А членство НАТО, по-твоему, это захват стран? Это не захват, захват, хотя захват тоже правильное слово. Это только, это не военное, наверное, да, вторжение. По большому счету, да, ты же сама сейчас, можно на ты? Да, можно, но мы же друг друга знаем. Да, 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 да. Ты сама все сказала. Грузия, Грузия же вошла НАТО, да? Нет, она еще не вошла в НАТО окончательно, но мысленно она в НАТО уже. В НАТО вошла. Я, честно говоря, вообще хочу выразить огромный респект и Путина, и Медведеву, потому что вот в этой ситуации на Кавказе, наконец-то, Россия сказала свое веское слово. То есть, наконец-то мы не промолчали просто, да, как в свое время это было, там, с Белградом, да, или там, ну, сколько раз уже это повторилось. Это очень здорово. Плюс ко всему, как нашего дипломата зовут, сейчас скажу. Ну, Чуркин, наверное. Чуркин, ну, как же еще. Я смотрел, у меня улыбка, вот прям не слезала с лица, по-доброму ни в коем случае не знаю, потому что вот красавец, на самом деле красавец. Но есть одно огромное... Он герой России. Он на самом деле молодец, правда. Вот прям молодец. Но единственное, что меня удручает, что мы проигрываем информационную войну. Это сто процентов так, потому что что происходит? Каналы BBC и CNN, которые вещают на весь мир, говорят, что Россия агрессор и тому подобное, и мы вошли, и там, всех уничтожили, и все остальное. А бедная Грузия не могла ничего больше сделать, только как отвечать на нашу агрессию. Все слушают, что говорит Кандализа Раис, вот весь мир, да, слушает. Так, Кандализа Раис, вот она сказала. Единственное, что меня удручает, что в противопоставлении. Почему весь мир не слушает Лаврова, например? Почему? Вот вопрос. Да, почему? Может быть, есть какая-то причина, по которой все слушают Кандализа Раиса, а Лаврова никто не слушает? Правильно. Вот я опять же бытовой пример приведу. Информационная война во всем мире, да, BBC и CNN. У нас в противовес Russia Today. Кто смотрит Russia Today? Ну, давайте разберемся. Russia Today. Russia Today у нас идет на английском языке. Значит, смотрят люди, которые знают английский язык. В России вы имеете в виду, да? В России. Теперь представим себе. Не только в России. Человек, который знает английский язык. Есть люди, которые знают английский язык. Да, но тем не менее, он хоть как-то должен относиться к России, да? То есть, чтобы смотреть Russia Today. Я не думаю, что какой-нибудь там датчанин вдруг в субботу вечером пойдет так, Russia Today, посмотри. Да, я все-таки к России. Так вот, у меня, у моей подруги, подруга, когда началась вся эта история с Грузии, она позвонила, говорит, я ничего не понимаю, говорит, кто на кого напал и что происходит. Она говорит, а что ты смотришь? Она говорит, Russia Today. То есть, Russia Today не донесла нашу позицию. В то время, как CNN и BBC просто массировано по всем каналам, по всем своим этим, говорят, что вот Россия на полной грузии. Слушай, ну вот мы информационную войну, мы проиграем. Но между тем, ты стал жертвой информационной войны, которую пытается выиграть Россия. Потому что, ну понимаешь, вот сказав А, надо говорить Б. Сказав, что все очень здорово, то, что сейчас происходит, жалко только, что вот мы информационную войну немножко проиграем. Но в последнее время, кстати, дела поправились в этом смысле. Есть и такое мнение, да. Надо признать дальше тогда, что мы и дальше все делаем правильно. Мы, значит, признали независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что, вот сказав А, надо говорить Б, потом, значит, наши корабли все-таки пошли бы раздеть просторы Мирового океана на пути к Карибскому морю, да. Наши Ту-160 взлетели, приземлились, покатали или не покатали, как так об этом уклончиво говорится, у Гачавеса, значит, на самолете. Да. И ты же говоришь, что на самом деле очень не хочется воевать, да. А дело-то идет на самом деле к войне. Сто процентов. И не к холодной войне дело сейчас идет. Так и есть. Ну так, и что? Все верно. Я говорю о том, что это... Мы все делаем правильно, да, и ведем дело к войне. Нет, нет, нет. Вы или ты? Мы на ты. Мы просто сейчас вот, ну, сидим здесь и... В этот исторический момент мы все на ты. Да, все должны быть на ты. Да. Я говорю о том, что это не позиция труса, что вот не надо воевать, давайте уберем все и зададим все. Нет, конечно. Нет, давайте воевать, конечно. Я говорю о том, что даже мысль, мысль о том, что может вообще начаться кровопролитие из-за этого всего, оно в принципе может начаться. А, ну, товарищи, происходит, я не понимаю, почему, говорите, начнется. Нет, нет, я говорю массовое кровопролитие. То есть это уже не... Нет, я понимаю, о чем он говорит. О войне России и Америки. И Америки, это в принципе... Это как раз я в это в меньшую степень верю. А ты в это не веришь? А я в это верю. Я верю. А я думаю, что мы как никогда к этому близки. Какой там, то есть, скажем, Карибский кризис? Кризис сейчас. И российско-американская война, она на пороге. Понимаешь? Ну, подожди, Андрей. Потому что уже кандализа-то, райс-то, уже сказала она все, что если только еще раз грузин тронут, за них вступятся американские войска. Ну, подожди, сейчас произойдут окончательные выборы в Соединенных Штатах Америки, может быть, кандализа-райса-то уже будет говорить у себя дома. Это тоже все понимают. Да, но если это в том случае... Мы уже не живем в однополярном мире. Это еще далеко не значит, что мы уже не живем в однополярном мире. Это еще не значит, что мы все уже начали жить с этой секунды в многополярном мире. Но есть Николя Саркази? Есть. Дядя Николя Саркази по телевизору все видели? Трудно с этим спорить, конечно. Видели. Вы видели его позицию? Видели. Вы его речь слушали? Слушали. Что он говорил в этой речи? Что он говорил на выступлении в ООН? Он говорил о том, что Европа хочет объединяться с Россией. Вы почему весов Европы скидываете? У вас получается, что речь идет только между двумя странами, Россия и Америка, а речь идет за Европу, а спорт основной за Европу происходит, потому что если Европа консолидируется с Россией, это будет другое. А еще есть Китай у нас. Конечно. А еще много чем у нас. Насколько я помню, господин Сарказий точно так же поносил Россию, когда его жена зашла и все смотрели на его жену, он в это время поносил Россию. Поэтому я не очень понимаю вообще позицию Сарказия, если честно. Потому что для меня один день он такой. Пора Сарказий определиться. А это показательно, потому что если бы дело происходило чуть раньше, он был бы абсолютно однополярным, он был бы все время одинаковым. А теперь он разный, понимаешь? Вот разные Сарказии. Почему разные Сарказии? Кто возглавляет газовый консорциум? Герхард Шрёдер. Кто дружит с Владимиром Путиным? Сильвио Берлускони. Кто приезжает в Россию все время? Николай Сарказий. Но это же дает какие-то авансы, правда? А кто глядел в глаза Владимиру Путину? Джордж Буш, между прочим. И он каждый раз в них смотрит, каждый раз после этого говорит одно и то же. Понимаешь? Ну, то есть, нельзя по друзьям Владимира Путина судить о том, вообще, с кем мы сейчас. И нельзя говорить, если у него друг Сильвио Берлускони и Шрёдер, что мы вообще говоря с Европой, а не с Америкой. Я хочу все-таки тебя спросить. Вот мы говорим, говорим. Ты можешь ответить на вопрос, который я задал вначале? Мы можем, вот ты можешь обойтись без Америки? Вот в своей жизни. Лично я могу обойтись без Америки. Так, вот и... Лично я могу обойтись без Америки. Но ты не можешь обойтись без Америки. Я не могу обойтись без родных, которые у меня в Америке живут. Уже ты не можешь без Америки обойтись? Ну, нет. В таком случае мы сейчас можем говорить и про вот эту рубашку. Если она сделана в Америке, вы тоже не можете обойтись без Америки. А рубашка-то в Италии. Если вы когда-нибудь пили Кока-Колу, а вы ее пили, значит, вы тоже не можете обойтись без Америки. Правильно, это все аргументы. Но это все, прости меня, это все равно экономические, географические, ни в коей мере не политические аргументы, согласись. Мне не нравится, что эта волна вот такого дикого патриотизма и человека-ненавистничества такого ко всему американскому, она сейчас поднялась, и никто не думает о последствиях, о том, что на самом деле мы от Америки никуда не денемся. И сколько бы ни делали вид сейчас и политики, и люди, простые люди, да мы их вот этими самыми руками, голыми руками, мы их задушим, если понадобится, потому что мир уже многополярный. Вот сколько бы ни делали, на самом деле ситуация совсем другая, и мы просто не обойтись без них. А они без нас еще вопрос. Но подождите, вот все очень просто. Конечно, мы не можем отказаться от Америки. Если мы открываем дверь, едем в Европу, понятно, что не можем закрыть другую дверь и не поехать в Америку. Да сейчас все живут с таким ощущением, что все это возможно. Ну я не знаю, Андрюш, это странно. Ты хочешь сказать, что люди, которые будут доезжать до Мадрида, теперь уже ни в коей мере не смогут из Мадрида полететь в Америку? Да они скажут, да мы в гробу мы видали эту Америку, да? И развернусь непонятно. Просто мне кажется, что общественное настроение по градусу своим близки вот к этому, к такого рода решениям. Да не очень-то и хотелось. Я думаю, что европейские настроения тоже очень разные. Они не только русские настроения, а волна антиамериканизма была повсюду, в разные времена. Она была и в Европе, и есть в Европе время от времени, тем более после экономического кризиса, и в России. Но дело же не в этом, правильно? Дело просто в том, что самое важное для России. Должна ли Россия, ну, как бы, наверное, неправильно глагол прогибаться, да, в данном случае принимать вот эти односторонние решения, или она должна им оппонировать? Вот о чем сейчас говорит весь мир, и вот за чем следит весь мир. Вот и все, и сможет ли Россия оппонировать? Вот что интереснее всего. Ну, так вот, мы говорили об этом, скажем, об этой информационной истории. Сейчас же у нас, слава богу, пока никаких военных стычек с Америкой у нас пока не происходило. Ну, за всю историю не берем там Вьетнамы, чисто французы, Амбулы, Уганду и так далее. Где по-тихому-то вообще-то в рукопашной-то сходились. Ну, ладно, сейчас Бурю в пустыне тоже грузин возглавлял. Давайте сейчас еще и это вспомним. Ну, нет, тогда советские солдаты просто реально воевали с американскими. Нет, это понятно, но этого не было официально открыто задекларировано. Идет война между Россией и Америкой, правильно? Да, идет она сейчас как раз на информационном поле. Так вот, я больше чем уверен, что 80% населения Земли, которые смотрели BBC и CNN, уверены в абсолютной правоте Соединенных Штатов Умирии в вопросе Грузии и Осетии. Потому что зомбирование было. Я не думаю так, кстати, я вот не согласна здесь. Мы ничего, вот как раз наши проблемы заключаются в том, просто американские средства массовой информации, они в этой войне и вообще они побеждают в мире. То есть они являются основополагающим источником информации. В этом я абсолютно согласна. Но то, что 80% разделяет эту точку зрения, в той же Америке очень разное телевидение. И ни для кого не секретно, Ютуб все смотрят, правда же? Все верно. Да, как они пародируют, как они смеются и как они критикуют. И какое количество людей считает эту войну просто предательством со стороны правительства Америки по отношению к миру. Да, но таких же единицы, опять же. То есть единицы. Когда, вспомним, например, вот эту историю с Бушем и, опять же, братьями-близнецами. Когда целый фильм был про то, что они сами все это сделали, что не могли здание так рухнуть так быстро. И целая история. Вот у Гордона передача была по этому поводу. Да, 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 знаем. Да. Ну, таких единицы. То есть, в принципе, люди говорят какие-то вещи, которые действительно, вот у меня в голове действительно не укладывалось. А вот, а ты видел этот фильм? Конечно. Вот смотрел этот фильм. Реконструкцию ты имеешь в виду? Нет, ну, я имею в виду про братья-близнецы, когда... Про девятый. Девять-один-один. И недавнее обсуждение. Один-дин-стайм. Фаренгей, девять-один-дин. Не-не-не. Вот следующий документальный фильм, который только что вышел, сценаристом которого был Джульетто Кьезо. Кьезо, да. Да? Итальянский журналист. Да, да, все верно. Я тоже посмотрел этот фильм. Фильм о том, что кто-то в Америке замыслил худое, да, и совершил теракт против своего народа, на самом деле. Мне тоже предложили поучаствовать в дебатах, в обсуждении этого фильма. Я даже ночью его глядел. Я был поражен. Это то, что у Гордона потом обсуждали? Да, я был шокирован одной единственной вещью, тем, что в фильме длиной в час с лишним не было представлено ни одной альтернативной точки зрения. Он неплохо выстроен, там много анимаций, там много слов, которые просто на экране всплывают на фоне кадров разрушенных близнецов. Они же врут, да, там, еще, еще, еще. Ну, это использованы слова, анимация, картинка, все-все-все-все-все, и ни одной альтернативной точки зрения. То есть полностью обвинение американского правительства в произошедшем? Да. Там даже не задается в цели, а ради чего это сделано. То есть, вот в такую пропаганду, я, например, не верю, хотя вот с такими методами информационную войну выиграть нереально. Для этого нужна хотя бы вторая точка зрения. Но, тем не менее, да, вот я сейчас, почему я в этот пример привел этого фильма? На меня он произвел действительно неизгладимое впечатление, потому что он мне поставил вопросы, на которые я не мог действительно ответить. Например, там один из вопросов... Значит, не такой уж плохой фильм, действительно. Я вот его недооценил, значит. Один из вопросов, например, да, я сейчас не буду в детали, там, скажем, каким образом эти здания рассчитаны были, построены были на четыре самолета, выдержали четыре самолета. Два попала с одной стороны и с другой стороны, они сложились со скоростью рушивающие здания. Ну, очень подозрительно рухнуло третье здание. И третье здание тоже, каким-то образом упало еще быстрее, еще быстрее. А знаешь, почему у тебя появился такой вопрос? Потому что в фильме никто не сел и не сказал, почему, собственно говоря, это произошло. В кадре не показали это. Но, тем не менее, он во мне, сомнение, во мне сомнение появилось. Я не буду сейчас врать, говорить, что нет. Но у меня сомнение появилось. Так вот, я теперь тоже не совсем уверен в том, что действительно все было неожиданно. И про Бен Ладена говорили, про то, что он вообще возник неоткуда, ну и так далее. Сомнение возникло. Теперь, когда мы возвращаемся к ситуации Грузии, американцы кричат на весь мир, что Россия агрессоры, а мы радуемся каким-то вылазкам где-то, где-то чуть-чуть, кто-то сказал, что нет России, вы что? И мы вот за этим вот зацепляемся. Так вот, совершенно другое мнение, ну сколько, вот почему я говорю, что в мире людей, верующих в то, что мы не агрессоры, настолько мало, насколько людей, верующих в то, что здание подрывали сами американцы. Но я думаю, что, Гарик, здесь очень важная штука, что в мире люди начинают понимать, что американское правительство, это не единственное правительство в мире, которое хочет счастья всему миру. Вот это самое главное, понимаете? То есть все время получается, я за американский народ, он мне очень нравится, у меня тоже много родственников в Америке, которых я очень люблю и которым я хочу ездить. Но опять, американский народ, не американское правительство. Понятно же, да, и народ не всегда соответствует, и мнение народа не всегда соответствует мнению своего правительства. Так вот, самое главное, то, что получается, они все время, опять, Кандали за раз выступают в центре маршала, то есть они борются за демократию, они помогают развивающимся странам. Почему одна страна в мире хочет для всех хорошего, а все остальные, включая Россию, хотят плохого? Вот это я не могу понять. И я считаю, что с этим надо бороться. И как ты думаешь, должна ли Россия, если ты понимаешь, как отвечать Америке в данной ситуации? Как она может ей ответить? Может ли, готова ли она вообще ей ответить? Информационно или политически? Какие на это есть инструменты? Не знаю, я считаю, что в любом случае отвечать надо, потому что, пожив в Америке, сколько, три года с чем-то. Ты понял, что отвечать надо? Я могу сказать так, вот по мне, это не мой менталитет совершенно. То есть они совершенно другие люди, у них совершенно другая история. Ну, другое все. Хотя чувства патриотизма у них бешеные. Бешеные. Флаги, индейки. И ощущение, что мы можем прожить без России, у них тоже на высоте. Мне кажется, они, вот если о людях говорить вообще, то они вообще не знают, Россия где. У них ощущение, что они живут без России. А Европа где они, да? Не знаю, вот я вам скажу так. В школе у меня были вопросы, ходят ли медведи по Москве. Ну, понятно. Где Москва вообще? Потому что именно это искренне интересно. Подожди, ты сейчас это серьезно говоришь? Я вам клянусь, уровень образования на момент школы, я сейчас говорю про школу. High school так называемый. High school, Стивенсен High School, который я закончил. Я приехал сюда, у меня не было аттестата за девятый класс. Я пошел и ужаснулся. Потому что увидев, что проходим мы сейчас, потому что я три года пропустил, я не понимал ничего. Вообще, у меня, вот, например, по математике был страшный провал. Потому что в школе у них там проходили систему координат. А это, в принципе, десятый класс. Хорошо, но проще. Самое главное, вот, например, Америка, да, там плотно сотрудничает с Европой. Все самые крупные организации, которые существуют мировые, это конгломераты Америки и Европы. Золотой миллиард во всем, да? Насколько они хорошо знают европейскую культуру? У них очень правильно выверена система образования. В школе тебе дают какую-то основу, да, ну, совершенно примитивную. Дальше в университете ты выбираешь тот предмет, который ты хочешь изучать. Если ты захочешь стать врачом, ты будешь знать все о врачевании, вообще все. Но кто такой Бальзак, ты можешь не знать? Но ты не будешь знать вообще ничего из других каких-то. Горь из какой? Ну, если ты, скажем, сам этого не захочешь, или ты там не человек, который... Нет, у нас хочешь-не хочешь все равно знаешь. Понимаешь, хочешь-не хочешь, знаешь французскую, итальянскую, немецкую литературу. Хочешь-не хочешь. Ты уверена в том, что сейчас говоришь? Абсолютно. Хочешь-не хочешь, а ты знаешь. А все равно оно идет, как бы, понимаешь? Ну, но ты вот знаешь итальянскую литературу. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что, например, у меня есть ряд французских авторов, любимых. То есть тут хочешь-не хочешь. Дома, а, я тебе скажу, откуда, Андрей. Да, просто ты хотела. Дома на полке стоим. Если ты не хотела, извини, но что-то мне подсказывает. Нет, давай по-другому. Если ты же ходил к одноклассникам домой, правда? Был у кого-то дома или нет? Был. Дома полка, откуда я все знаю. Не то, что мне кто-то позвонил, сказал, возьми, прочитай. Дома у мамы была полка книжная. Мы читали запоем в Советском Союзе, товарищи. И волей-неволе ты берешь к книжку. Ну, и так вот весь Советский Союз зачитывался. С тихушку. С арцем. Хотел, не хотел, потому что на родительской полке они всегда сказали. Были, да. Они всегда всегда были. Ну, в Грузии, я не знаю, Андрюш, но в Грузии так было, правда? А что было у вас на полке? У меня на полке точно так же. У меня было все. У меня бабушка. Занимались с ней и музыкой, и литературой. У нас дома полки книжные, что там было у одноклассников? Интересно. Я всегда просто полком... У американцев нет традиции ходить к своим одноклассникам. Нет такого. Я вам еще раз говорю, почему менталитеты разные, да? У нас вот душа, да? Вот это со времен еще, не знаю, гусар. Когда танцы с медведем, там, застолья. Ну, у нас совершенно другая позиция жизненная. Друзья, гости и так далее. В Америке, по крайней мере, с тем, с чем я столкнулся. У нас этого было по минимуму. То есть, я очень редко ходил к кому-то там просто в гости. Или к нам в гости кто-то. Один раз мы пошли к американцу, к другу, он пригласил на день рождения. Что это было? Это был стол. Вот. На нем стояли какие-то там утыканные, ну, такие эти, как тарталетки. Стаканчики, значит, с соком или с чем-то. Потом занесли торт, он задол свечку, сказали, все, всем спасибо, до свидания. Мы так же чинно разошлись. То есть, у них нет вот этого ощущения праздника, да? Вот этого какого-то, эх, там, разгуляй. Нет такого. У них как-то больше все вот как-то так. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы отношения России и Америки закончились вот твоей фразой. Всем спасибо, до свидания. Да. Потому что, наверное, это отразится на всем мире. Очень хочется просто верить в то, что в мире выстроится новая система координат. Очень коротко, ты в это веришь? В то, что выстроится? Выстроится. Рано или поздно выстроится. Мы ничего не сказали ни слова там про Китай, да? Вопрос, мне интересно, когда она выстроится, да? Вот доживем ли мы с вами до того светлого дня, когда она выстроится, да? И не получится ли так, что для начала вообще все рухнет, да? Вот. А потом на вот этом вот ровном, на ровной просторной площадке выстроится многополюсный мир. И уже вот этого мы, боюсь, можем и не застать. Мне бы, конечно, не хотелось. Но чтобы вот все вот по этому сценарию пошло. Но я думаю, что если вот эти настроения паническо-патриотически будут нас, как сейчас, захлестывать и дальше, то мы будем как никогда близки к этому. Просто я считаю, что всем нужно успокоиться, да? И сделать себе визу в Америку. Да, сделать визу в Америку и перестать выигрывать информационную войну. Потому что все равно, как правильно сказал Гарик, нам ее не выиграть у них. Ты с этим согласен? Потому что у нас Rush Today, а у них CNN и Fox. Да? Всем успокоиться пока. Что невозможно выиграть информационную войну. По крайней мере, в то время, когда у них холодья там и... Зато мы можем выиграть настоящую. Хорошо, давайте вот напоследок... А я считаю, что можем. Можем. Настоящую? Ну, не дай бог. Ты даже не сомневаться. Напоследок будет просто одна фраза. Мне здесь вместо Колесникова на себя показывать не хочу. Перед тобой сидел бы Кандализа Райс. Вот вы двое. Кто бы ты ей сказал? Кандализа Райс? Кандализа Райс. Купите макияж. Это шутка. Это была программа «Нереальная политика». С нами были Гарик Харламов, Андрей Колесников. Я уже покорная слуга Атина Кандалаки. Как я сказала Андрею и Гарику, еще есть время сделать визу в Америку. Сделайте годовую. Встретимся через неделю. Замечательно видно вечернюю Москву. Открывается из окон свист-отеля «Красные холмы». И, собственно говоря, где и происходят съемки программы «Нереальная политика». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова